Я с вами прошу славу Иисусу Христу. Будем слушать Слово Божие, готовиться к тому, чтобы участвовать в Вечере Господне. Знаете, когда беседуешь с людьми и спрашиваешь, ты спасен или нет, задаешь вопрос. Ну, люди, которые немножко далекие от Слова Божия, не понимающие Слово Истины, они говорят так. Если мои дела лучшее перевесят, если так, на веса положить, лучшее перевесят худшее, значит, я спасен. То есть Бог так будет рассуждать, ну, по ихнему мнению. Это из, как говорится, мнения совсем далеко отстоит от Истины. Мы будем читать Слово Божие и размышлять о том, как же все-таки, какие же дела Бог хочет видеть в нашей жизни. Сразу наперед забегая, я скажу, какие дела хочет Бог видеть. Те, которые Он сам и производит. То есть то, что Он уже сделал, мы должны это все принять, верою в этом пребывать. Мало того, еще и первое дело, которое Бог хочет в нашей жизни видеть, это радоваться тем делам, которые Бог производит. То есть то, что записано в Слове Божьем, что в процессе своей жизни на этой земле произвел Иисус Христос. Какие дела в Его были, дела какие? Дела спасения нашего. То есть Он пришел для того, чтобы нас спасти. И вот это вот Он ценит и желает, чтобы мы приняли это все. И я прочитаю для размышления послание апостола Павла к Ефесянам со второй главы. С первого стиха написано. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя Господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскрестил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках произобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемыми руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чуждых заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Вот такой отрывок предлагаю для размышления. И вот саму, так, я в общем прочитал, а теперь по стихам можно немножко пройти. Вот написано, «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желание плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». То есть, к кому это обращение идет, апостола Павла? Это ко всем идет обращение. Ну, в данном случае к еврестианам. Но оно распространяется, это обращение ко всем людям без исключения. То есть, здесь можно найти те дела, с помощью которых, как бы говорится, прийти к Богу и показать эти дела и сказать, вот, вот мои дела, Господи, помоги, то есть, поставь эти дела на веса, и пускай то, что у меня худшее, перевесит вот это лучшее и худшее. И определишь потом. Нету этого. Здесь написано, что все мы были грешниками, все мы ходили по путям наших похотей, наших помыслов греховных. Слово Божие говорит, если я за один грех наказание смертью, то тем более за мно множество грехов. Но все заключается в том, что Бог, дальше мы читаем 4 стих, «Бог богатый милостью по своей великой любви», то есть, распространяется на нас милость Божья и любовь Божья, которую Он возлюбил и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью Его вы спасены. Мы были мертвы по преступлениям нашим. Кто оживотворил со Христом? Бог. Не мы. Мы себя можем оживотворить? Мертвый человек, который физически лежит там на шмертном одре, он может подняться. Некоторые пытаются что-то с мертвым, там манипуляции какие-то производить, за руки, за ноги, но он мертвый. Его даже суставы не гнутся. И мы такие были. То есть, для Бога мы полностью мертвые, но Он дал это все, Он оживотворил. Он, как мы возрождаемся, как мы становимся, воскресаем. Вот дальше написано. И воскресил с Ним, оживотворил, нас, мертвых, оживотворил со Христом, воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Насколько глубоко наше сознание доходит до вот этой истины, что это Бог нас оживотворил, воскресил, и уже мы на небесах в Его глазах сидим во Христе Иисусе. Насколько это важно для нас понимать вот эту истину, потому что без этой истины мы ничего не можем сделать. Мы должны понять, что это все Господь уже произвел. Независимо от того, чувствуем мы это, не чувствуем. Мы только верить этому можем. То есть, довериться Богу в том, что Он говорит такие слова для нас. Он действительно это сделал для нас. И мы действительно в Его глазах уже находимся во Христе Иисусе. Но я могу лично сам отказаться от этого. То есть, или встать на другой путь, на путь своих дел, как говорится. И буду искать Богу, как бы угодить своими делами. Вот были те люди, которые так и поступали. Это и обращение к еврейскому народу апостола Павла в римлянах. Так вот он говорит. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. То есть, язычники вообще не искали праведности. Но они получили эту праведность по вере. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, как написано. Вот, полагаю, сегодня камень преткновения и камень соблазна. Но всякий верующий в него не постыдится. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божьей, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. То есть даже среди верующих много такого, как говорится, хаоса такого духовного, который ведет не к прославлению Бога, не по пути спасения, а в сторону. Вот путь, так написано в притчах, человеку кажутся многие его пути прямыми, но конец их погибель. Почему так? Потому что все пути, все-все до единого пути человеческие. Как бы они красиво и не выглядели, как бы оно все было незамечательно, все оно ведет к погибели. Оно ведет к нулю в Божьих глазах. Мало того, это еще и бесславит Господа. И мы должны вот эту истину, которая была прочитана в Ефесян, чтобы Бог во Христе нас посадил. Вот тут еще такое выражение особое. Во Христе. Если просто посадил на небесах, это не правда, это не естественно. Он во Христе посадил. Потому что то, что Христос произвел, вот это важно, вот это нам ценно, и мы в нем находимся. Это как на поле боя, вот это сейчас ждут наши войска особое оружие, которое может быть защитить Украину там. И это особое оружие там говорят, леопарды, танки, да? Для чего? Для того, чтобы людей сберечь. Раз, и было еще поражать наступающие войска. Так вот эти леопарды, танки, они способны защитить в какой-то мере, конечно, в какой-то мере людей от снарядов. Хотя и они тоже могут поражаемы быть. Но во Христе Иисусе вот эта башня, эта крепость, в которой человек должен находиться, это его спасение, это его все. Это его праведность, спятость, любовь, радость, мир и тому подобное. И если говорить о делах, о делах, то какие дела должен делать христианин, то это дела, они вот, допустим, записаны в Галатам, это не дела, это плоды Божьи. Вот, Галат 25, 22. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верость, кротость, воздержание. Вот это то, что Бог хочет у нас видеть. Мы можем много собираться, много проводить конференции, много собраний, много делать что-то для Господа. Мы можем благовествовать весь мир, можем приобрести весь мир для Бога. Но если этих плодов в нашей жизни не будет, не знаю, мы не угодны Богу. Бог хочет видеть в нас любовь. А что такое любовь? Это то, что Он дает нам. Это то, что Он от Его исходит к нам. Это принимаем ли мы то, те условия, которые Бог хочет дать нам. Значит, будет это видно в нашей жизни. Радость. Радуемся ли мы тому, что Бог хочет нам дать. Вернее, Он уже дал. Что Он произвел на Голковском кресте. Мир. Помните, как говорил Христос своим ученикам? Мир вам даю, не тот мир, который дает этот мир падший. Но мир я даю вам. И никто не похитит из руки моей. Это все исходит от Господа. Но наша задача это все принять. Но мы, знаете, бываем... Я на своем опыте говорю, за свой опыт духовный, как бы говорится такой, в кавычках. Я бываю как подобен, но то, знаете, есть сказка. Была когда-то, в мои годы, в моей юности, такая ли, детство. Сказка о прекрасном лебеде и гадком утенке. Может, помните? Значит, был гадкий утенок, который плавал на какой-то водоеме. Ее там все птицы, которые там окружали его, они были прекрасны, красивы, его уничтожили. Ну, как бы говорится, ущемляли. И он уже пал, как бы говорится, в такую, как мы, люди, падаем в уныние, в депрессию. И он уже думал о себе все. Жизнь не сложилась, плохая, очень плохо мне. И вот однажды он увидел себя, как в зеркале в этой водоеме, что он уже не гадкий утенок, а прекрасный лебедь. То есть, в нашей жизни мы можем тоже, глядя на себя, видеть только какие-то наши недостатки. Что-то у нас не так получается. Мы не такие, мы духовно не так идем, не так получается. А почему? Потому что мы смотрим на себя. Есть такое изречение христианское, значит, оно гласит так. Посмотришь на себя, усумнишься. Посмотришь на ближнего своего, соблазнишься. А посмотришь, будешь смотреть на Бога, укрепишься. То есть, мы, когда на себя смотрим, мы представляем из себя вот того гадкого утенка, которого Бог, как вот написано, по нашим мертвым преступлениям и грехам уже ожиготворил. И мы уже прекрасные лебеди, только этого еще иногда не понимаем. И потому и наши дела и поступки соответствуют тому, какие мысли у нас, ассоциация, с чем мы себя ассоциируем. С чем мы себя, как говорят, идентифицируем. Есть такое модное сейчас слово, идентификация. Код у нас, цифры там, циферки, идентификационный код. Мы, нас идентифицировали с каким-то цифрами, да. Так, а Бог тоже идентифицирует нас. Да, вот, пожалуйста. Он уже нас во Христе Иисусе. Вот поставил, посадил, вот там мы и находимся. Это в Божьих глазах. Но мы в своих можем видеть себя. Вот, я вот такой, я вот такой Игорек, ничего не годный, ни к чему не способный. Вот такой я, вот такой. Но это же не так. То есть, я смотрю неправильно. Куда я смотрю? На себя. Наша задача смотреть на Бога. Вот мы читаем выше. Вот это я вторую главу прочитал. А в первой тут написано так. С 15 стиха. «Поэтому и я услышал в вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Это Ефесян. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа...» О чем молится Павел? Вот смотрите, о чем. «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». То есть, какие богатства дает нам Бог? Вот я или понимаю, что я ничего не имею, я нищий, слеп и наг, да? А Бог дает в это время. Моя задача что? Разыскать, расследовать и принять это. То есть, посвятить свою жизнь для этого. Это не так-то просто расследовать. Это не открывается на вот так раз и все, и мне стало все ясно, вот так свет сразу. Не-не-не, Бог по чуть-чуть, по чуть-чуть открывает и дает нам свой свет, он порциями дает. И потому наша жизнь, вот это посвящается вот познанию Его, и богатства Его, и благодати Его. И потому мы читаем, чтобы Бог просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, и какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие и могущество у нас, верующих, по действию державной силы Его. Правда должно быть чувство радости у нас вызывать вот это? И так, знаете, вот так вот вверх пошла наша душа. Правда же так? «Которое Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив Одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Это наш Господь. Он выше всего. И всякого имени, именуемо Он не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил ее выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». Мы можем, конечно, не выражать свои эмоции и радости на лице этом, но внутри у нас обязательно должна быть радость. Обязательно. И она должна перекрывать все наши беды, горести. Потому что я в нем. Я в леопарде, в том, который пришел на Украину. Задача ВСУ – получить леопарды. Задача христианина – найтись в нем и оставаться в нем. Знаете, несколько хотел предверов привести. Вот мы, когда говорим еще раз, говорим о делах наших, когда мы говорим о делах наших, да, это хорошо, когда я имею руки, ноги, ум, голову, да, что-то могу делать. И я так и думаю, я же, как вот прочитал в послании к римлянам, что мы имеем ревность, но не по рассуждению. Мы думаем, что Богу и своими делами какими-то, ну, правильно, вроде бы и так и надо, но эти дела наши, они часто бесславят Бога. Вот, знаете, я когда-то, была у меня такая возможность поступить, поступать в институт в Киеве. Ну, и поехал же поступать, и надо было сдавать там высшую, не высшую, а математику. Просто еще после школы это. Ну, я так знал, в аттестате у меня пятерка стояла, а знал я ее где-то на 4 с минусом. Ну, тем не менее, есть баллы эти, значит, о чем мне попытаться. Ну, поехал. И вот написал что-то там, я теоретически задачу не выполнил, выхожу к преподавателю, который принимал. Она так выслушала меня, эту теорию мою, покивала так, а потом говорит, если я тебе сейчас задам, и если ты скажешь, я тебе четверку поставлю. Ну, и она задает мне такой вопрос, что я знал. и она мне 4 поставила. Но я так понял, что из всего того, что я там ей рассказывал, из математии, ей это неинтересно было. Ей интересно было только то, что она задала мне такой вопрос. Бог нам тоже задает такой вопрос. Где ты находишься? В своих делах, в себе? Хочешь угодить мне? Желаешь, ревность свою проявляешь? Не-не, это не от Бога. Оно все, оно только может быть вид благочестия, как написано у Тимофея. Только вид благочестия. А силы же его отрекции. И оно приводит всегда к многим грехам, многим. И все наши грехи, мы можем даже заботиться о том, почему у меня это не получается, почему у меня характер такой, почему это у меня, не стыковки где-то какие-то там, духовные. У меня может быть такая озабоченность. Но и это Богу. Бог говорит, смотри на меня. Иди путем познания Христа. Иди путем того, что я тебе даю. Какие дела я тебе делаю. То есть то, что я делаю, ты должен знать и в этом пребывать. И мы вот прочитали, что это все Бог сделал. Это по Его милости, по Его любви. И это все произвелось. Это нас мертвых, мы мертвые. Ну что это такое человек представляет? Он мертвый полностью. Нет же сейчас столько религий, которые стараются, пытаются Богу угодить. А не даром написано, пришеду, найду ли я веру на земле. Потому что много людей сейчас, мир интеллектуальный, мир одаренный, харизматический, у Его много людей, которые одаренные какими-то дарами. Но они, в принципе, эти дары Богу не угодны. Ему не нужны наши дела. Ему нужна только наша твердая вера и пребывание в Нем. Ну, естественно, это надо все людям рассказать. Это надо людям открыть. Так же сказано. Кто может обратиться к Господу, если не будут посланы? Это не только, что мы дошли до определенного момента, до момента покаяния, а дальше я все сам делаю. Так, я тут каюсь, тут к Богу я, как бы говорится, прихожу, а все остальное, моя жизнь, это мой труд, такой изнурительный для Господа. Да, это неправильно. Мы должны искать Его. Знаете, я еще хотел, обращал внимание, что это хорошо, когда у нас есть руки и ноги, так мы можем себя оправдать тем, что я чем-то могу послужить. А вот Ник Вучич, чем он может послужить? Руками и ногами может? Знаете такое? Знаете. Без рук, без ног человек живет. Но его весь мир знает. Почему? Потому что он помогает тем, даже у кого есть руки и ноги. Но у них настолько уже надломлены они, что он своей верой приходит и делает то, что не может ни один психолог. он поднимает людей из их депрессии, из уныния. Для тех, у кого там где-то чуть-чуть не хватает физического здоровья, а у него вообще ничего нету, ни рук, ни ног. Но он, тем не менее, у него дух очень сильный и крепкий. Знаете, я еще одну хотел пример привести. Помните, была такова христианка Джонни Эриксон, Тада, по-моему, так ее звали. Эта христианка, она знаменитая в свое время была. Ее же уже, наверное, нету, да, уже? Жива? Понятно. Так вот, она, кстати, тоже очень много помогла людям своим благовестием. А до этого, как она стала инвалидом? Она стала инвалидом, без движения, без рук, без ног. Руки были, но они не двигались. Ноги были, тоже не двигались. Как это все? Она просто ныряла однажды на на море там и ударилась головой где-то об дно, об нищие. И повредила вот этот позвоночник себе. И все, и перестала она двигаться. У ее желания было покончить жизнь самоубийством, но она не могла, потому что она бездвижима была. Она бы это сделала. И вот долгие годы она вот так жила, по-моему, мучаясь со своей болезнью этой, но начала она немножко, понемножку, понемножку ей Бог начал открываться со своей благодатью. Насколько он ее любит, насколько он показывает, что не главное то, что ты имеешь там руки-ноги, это не главное, а главное, что ты имеешь меня, Бога. и она в этом начала утверждаться, и постепенно она стала расти духовно, и она была способна уже людей тоже таких же, как она, наподобие инвалидов, она утешала их просто, и свидетельствовала о себе. Ее часто возили на конференции, на большие форумы, где она выступала со своими проповедями, то есть она благословенный труженик в лоне Божьем. А почему ее так было? Потому что она не на себя начала смотреть, а на Бога. Она увидела в Боге радость, мир, покой, и вот с этого она начала и стала благословенным тружеником. То есть без рук, без ног, но могла трудиться. То же самое было с Ником Вучичем. Он тоже хотел себя умертвить, когда ему было 10 лет, по-моему. Зачем мне жить без рук, без ног? Что я могу? Но тем не менее Бог их использует и дает такую возможность и нам, глядя на них, глядя на них, переносить наши какие-то мелкие трудности. Знаете, у нас такие трудности по сравнению с этими людьми, что вообще никуда. Будем славить Господа и будем, знаете, что я хочу перед преломлением, чтобы мы подумали, где я нахожусь. В своих делах, в своих, мучают ли меня мои мысли о том, что я вот не такой. я тоже этим занимался очень часто. Да, я не такой, я вот вообще никудышний, что я могу? Ну, ничего, конечно, не могу, но Христос во мне, Он все может. Вот с этого надо начинать, но для этого нужно просто посвятить все свои мысли, все, все, Ему и жить им. И наши тогда дела, которые Бог будет рассматривать, знаете, как я считаю, Он будет на что смотреть? Он будет смотреть, сколько я прибыл во Христе, сколько я дал Ему место в себе. Вот он вот так взвесит. Если этого было больше, чем в моей плотской жизни, значит, Бог скажет добрый раб, да? А если я все время на свою плоть, на свою плоть, да еще, знаете, от Его хорошего ждать нечего. Наша плоть это источник только зла, греховый и союзник дьявола. И все. Но она иногда выглядит, как духовная. Но там ничего хорошего нет. Так вот, наш дух должен пылать и радоваться нашему Господу, Его делам, Его благодати и прославлять Его. То, что Бог и хочет в нашей жизни. Аминь. Господа, в нашей жизни, в нашей жизни, в нашей жизни. Наши. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Он произнес «Твоя да будет воля, не так, как я хочу, как хочешь ты». Друзья, как важно находиться в Его воле, ведь в Божьих руках находимся все мы. Как важно соглашаться с Его волей, без принуждения, без ропота, без слез, чтобы миру быть примером, светом, солью, чтобы жить так, как жил Спаситель наш Христос. Чтоб воля Божия исполнялась нашей жизнью, чтоб жизнь духовная, бесплодной не была, но с каждым днем, чтоб становилась краше, а украшали ее Божьи дела. Ведь в этот мир пришли мы не случайно, каждый из нас не просто так рожден. В призвании Твоем своя сокрыта тайна, и Ты, Христом, не просто так спасен. Настанет день, пристанем мы пред Богом, увидим Господа лицом к лицу. Он глянет нам в глаза и спросит строго, скажи, исполни волю Ты мою, чтоб не было тогда нам стыдно, больно. Бог скажет тебе, ты дела свершал, но были они, друг, увы, бесплодны. И шел ты, ты шел, а я тебя не посылал. Давайте же искать Господней воли. Хоть часто непонятна нам она, но будем верить, непременно, вскоре увидим результат ее сполна. Господь, во всем Твоя пусть будет воля, не так, как я хочу, как хочешь Ты. Я отдаю Тебе беспрекословие мои желания, мысли и мечты. Аминь. Есть место на земле. И знает его всякий, туда идут зрехе. И множестве проклятий, и на колени встан. Взор к небу поднимают, взывают ко Христу, Тому, кто все прощает. Голгофа, место для спасения. Голгофа, место избавления, ведь там Христос страдай. Голгофа, место для спасения. Голгофа, место для спасения. Спасибо. Голгофа, место для спасения. Голгофа, место для спасения. Голгофа, место для спасения. Смотрите, люди все, как гвозди забивают, Измученный Христос за грешников страдает. За что скажет Творец? Ты муки принимаешь, лишь только за тебя. О, разве ты не знаешь, молоко? Место для спасения, долгого, место избавления. Ведь там Христос страдал, чтоб ты не умирал. Голгофа, место для спасения. Голгофа, место избавления. Ведь там Христос страдал, чтоб ты не умирал. Особенный день, особенный момент, когда мы, собравшись в Доме Господнем, пришли, чтобы помыслить о претерпевшем за нас такое поругание от грешников. Да, апостол Павел предупреждает нас о ответственности, о том, о чем мы размышляем, о чем мы говорим, о чем мы думаем, не только, когда мы пришли в Дом Господень, чтобы участвовать в заповеди, а постоянно. Слово Господне призывает нас к тому, чтобы мы всегда радовались, непрестанно молились и за все благодарили. Прежде чем мы будем участвовать в заповеди, мы поразмышляем над текстом Священного Писания. Когда мы говорим о страданиях Иисуса Христа и особенно о заповеди, три евангелиста говорят подробно о том, как Иисус Христос устанавливал заповедь. И только Иоанн намного подробнее, не говоря о том, о установлении заповеди Иисусом Христом, а очень подробно говорит о том, что происходило в горнице, когда собрались ученики Иисуса Христа, чтобы праздновать Пасху. Несколько глав Евангелия от Иоанна посвящены этому событию. Тринадцатая глава Евангелия от Иоанна начинается словами. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симону Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу исходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался, умывал ноги ученикам. Он преподает один удивительный урок своим ученикам. Урок любви. Следующая глава опять же говорит о том, что происходило в горнице, когда Иисус Христос дает наставление своим ученикам дальше. И это происходило, мы прошли, в горнице, тогда, когда они пришли, чтобы праздновать Пасху. Мы прошли, что Он делал это тогда, когда Он знал, что уже пришел час Его прославиться, что пришел час Его отхода с этой земли. 14 глава дает наставление своим ученикам, да не смущается сердце Вайше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте в доме Отца Моего, обителей много. Иоанн открывает для всех читающих Евангелие о том, что происходило в горнице подробно, и как провел Иисус Христос в то время общения с учениками, с того времени, когда они пришли и сели для того, чтобы праздновать Пасху, и до того времени, когда Он ушел с горницы. 15 глава начинается словом, «Я истинная виноградная лоза, а Отец Мой виноградарь». Иисус Христос говорит о Себе Самом и об учениках Иисуса Христа, о том, что они уже приготовлены и очищены через Слово, которое Он проповедовал им. И они готовы участвовать в той заповеди, которую Он устанавливает для Своих учеников во время празднования Пасхи. 16 глава. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, говорит о предстоящих событиях, о Своих страданиях и о том, что произойдет с учениками Иисуса Христа, о том, как они должны будут вести себя в дальнейшем». И 17 глава – это удивительная молитва Иисуса Христа. Молитва, которая заканчивает празднование Пасхи, которая заканчивает установление заповеди. И мы сегодня поразмышляем над этой молитвой. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал». Он подводит итог. Он уже сказал все, что необходимо было своим ученикам. И теперь Он заканчивает и празднование Пасхи, и установление заповеди, и все то, что Он говорил своим ученикам – молитвой. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Предыдущие главы, где Иисус Христос давал наставление своим ученикам, это звучало как от Бога. Слова от Бога, переданные Его Сыном для народа. «Теперь Сын Божий от лица этого народа и от Себя молится Своему Отцу Небесному». О чем Он молится? «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Цель прихода Иисуса Христа на эту землю – разрушить оковы сатаны, которые отлучили человека от общения с Богом. И теперь, когда заканчивается этот путь, Он молит Отца Небесного о том, что пришел час прославить Его, Отца Небесного, чтобы тот смысл, который Бог вложил в свое творение, в человека, и это творение начало прославлять Бога. И Он говорит о том, на своем примере, о том, что пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Смысл прихода – прославить имя Божие. А Бог со Своей стороны прославит Сына Своего. «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Удивительные слова Иисуса Христа, которые звучат в молитве Своему Отцу Небесному. Прославить Бога, чтобы Бог прославил Его и дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сегодня мы – дети Божьи. Благодаря крови, пролитой на Голгофском кресте, Он прославил Отца Небесного, Отец Небесный прославил Сына, а дальше мы читаем о том, что исполнил Иисус Христос. «Что Ты дал Ему, даст, всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Человек является творением Божиим. В Гефсиманском саду произошло нечто удивительное. Да, мы опять читаем молитву Иисуса Христа, но уже не как Сына Божьего, а как Сына Человеческого, которому присущи были боль, страдания, переживания. И Он призвал некоторых учеников, чтобы они разделили с Ним эту молитву. Но то молитва была накануне страданий. А здесь молитва, которая звучит с уверенностью «Прославить Отца Небесного». И Он говорит вот эти удивительные слова, «Что Он даст жизнь вечную всему, что дал Ему Отец Небесный». «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и послана тобою Иисуса Христа». Часто люди сомневаются в том, имеют ли они жизнь вечную, имеют ли они спасение. И уже сегодня Игорь говорил, да, о переживаниях, которые часто посвящают человека. Да, а достоин ли я? А спасен ли я? А наследую ли я жизнь вечную? Иисус Христос в Своей молитве Отцу Небесному говорит о том, что Отец Небесный дал Ему особенную власть. И эта власть заключается в словах Иисуса Христа, что Он имеет право дать жизнь вечную. Смысл и цель прихода Иисуса Христа – дать всему, что дал Отец Небесный Ему, доверил дать жизнь вечную. А сия жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и послана тобою Иисуса Христа. Мы знаем Бога. Мы знаем Бога. Мы знаем Иисуса Христа. И сегодня мы пришли, чтобы участвовать в заповеди, да, подтвердить смерть Иисуса Христа, которая совершена за нас, круг, который пролит за нас на Голгофском кресте. Иисус Христос не дает никакого повода для сомнения людям, которые знают Бога, благодарят Его, поклоняются и Иисуса Христа. Это закономерность, которую сам Иисус Христос вслух говорит Богу при своих учениках. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Еще не было страданий Иисуса Христа. Но Он уже благодарит Бога за вот эти страдания и цель, с которыми Он послал Его в этот мир. И Он так и говорит. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». И в начале молитвы Он говорил о том, до чего Он пришел. «Пришел час, прослав Сына Твою, да и Сын Твой прославит тебя». И дальше Он в молитве уже говорит, что Он уже совершил это. С духовной точки зрения, с Божьей точки зрения, Он уже готов был совершить это. И предыдущие главы, когда Он дает наставление от лица Бога для своих учеников, звучат удивительно. И теперь Он говорит, что Он дает всему, что дал Ему Отец, небесной, жизнь вечную. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Если не было страданий, если бы не было смерти на кресте Голговском и не было воскресения, то было бы это делом Божиим. Нет. Потому что смысл Его прихода на эту землю был именно в этом. И хотя первосвященники восстали против Бога, Икаиафа подал удивительную мысль для остальных, чтобы Иисус Христос умер. Лучше, чтобы один человек умер, чем погибнет весь народ. И Иоанн и эти слова употребляет в своем Евангелии. И даже уточняет, что это был Каиафа, тот человек, который на тот год был первосвященником. Но Иисус Христос в молитве еще в этом доме, где совершался празднование Пасхи, где устанавливалась заповедь, где Он давал наставление последнее своим ученикам, и где произносил вот эту молитву к Богу, Он говорит, что Он уже совершил дело, для которого послал Его Отец Небесный. Дать вечную жизнь всему, что дал Ему Бог. Иоанн слышал вот эти слова и передает слова в молитве Иисуса Христа о том, что Он был прежде бытия мира. Он сам говорит об этом, о том, что Он был, какой славой Он обладал, славою, которую Я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Он говорит о своих учениках. О учениках, которых Он избирал тоже, проведя в молитве целую ночь. И Иоанн говорит о том, что а утром Он избрал двенадцать учеников. И теперь Он в молитве говорит. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили слово Твое. Можем ли мы, читая вот эти слова, говорить о том, что мы тоже относимся к этим людям, людям Иисуса Христа? Людям, которых дал Ему Бог, которым Он открыл имя Его, которых сохранил и за которых благодарит в Своей молитве Отца Небесного? Мы можем с уверенностью сказать да. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я ишел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. И мы можем сказать, что мы относимся по милости Божьей к этим людям, которых Бог усмотрел, предусмотрел, как говорит священный, предназнал, предназначил ко спасению. Здесь нет никакой нашей заслуги. Это милость Божья, которая коснулась нас через Слово, которое, опять же, открыто нам. И о чем говорит Иисус Христос. Ибо слова, которые дал мне, Я передал им, и они приняли и уверовали, и уразумели истинно, что Я ишел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Мы относимся к этим людям. Дальше мы читаем. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, ибо все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. Иисус Христос еще в горнице молится, но говорит, Я уже не в мире. Он готов пройти через эти страдания и говорит об этом Отцу Небесному. Хотя будут молитвы в Гефсимане, будут переживания, но основные переживания будут учеников Иисуса Христа. Но Он благодарит за них. Я уже не в мире, но они в мире, и Я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Иуда уже отправился делать Своё дело. И Он говорит об учениках. Он говорит и об Иуде. Он знал, что Он предаст Его, но ничем не выделял среди остальных учеников. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю, мирить, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Вот почему и сегодня, когда мы проходим через испытания, Слово Господне говорит, что вот то, чем мы обладаем, что дал нам Бог, чем мы отличаемся от других людей, это радостью. Радостью, что мы дети Божьи, что мы спасенные, что мы имеем жизнь вечную. И то, через что проводит нас Бог, мы должны благодарить. Благодарить, потому что Он достоин этой благодарности. Я передал им Слово Твое. И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Почему не воспринимают верующих людей? Потому что Иисус Христос наперед говорил об этом и знал, поскольку Он не от мира, Его не приняли, распяли. Он говорит, так будет и с учениками. Почему? Потому что они не от мира. Не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Да, вот то зло, которое первые люди не смогли устоять. И враг дух человеческий, когда искушал его, говорил, что нет, не умрете, но будете, как Боги, знающие добро и зло. И вот эта борьба, которая происходит и сегодня, она будет происходить до тех пор, пока в раду человеческих, когда придет Господь во второй раз за своей церковью и враг не будет скован и брошен в темницу, это будет происходить. Но Он молится об учениках, чтобы Он не взял их из мира, но чтобы сохранил от зла. И мы понимаем, что когда мы подходим к испытаниям всевозможным и забываем о том, что Бог Сам, Отец Небесный, готов благословить, потому что Сын молил Его об этом, Бог благословляет. Когда мы понимаем, что враг дух человеческий приступает, мы способны противостать и бороться. Освяти их истину Твоею, Слово Твое есть истина. Вот почему каждый раз мы обращаемся к Слову Господню. Мы обращаемся не однажды в день, потому что это источник силы. Оно обладает удивительной способностью. Для учеников в 15 главе мы вспоминали, Он говорил, Я есть истинная виноградная лоза. И что совершает Господь? Это Слово очищает. Иисус Христос говорит Своим ученикам, Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал Вам. Это Слово имеет силу и сегодня, когда мы открываем, читаем, размышляем, благодарим Бога. Это бездна богатства, премудрости и ведения Божьи. Как Ты послал меня в мир, так и Я послал их в мир. Это предназначение учеников Иисуса Христа. И мы сегодня находимся в этом мире. Мы находимся для того, чтобы возвещать об Иисусе Христе. Потому что мы не от мира. Так как Иисус Христос говорил, Я не от мира. Из-за них Я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. Это не просто, когда мы знаем что-то об истине. Это не то, что когда мы пытаемся что-то понять об истине. А это благословение или освящение или отделение. Так молится Иисус Христос. Чтобы они были освящены истиной. Это особенное положение, это особенное состояние, которое мы понимаем, которое мы используем и за которое мы благодарим Бога. Не о них же только молю, но и о верующих у меня по слову их. Вот почему я говорю, что мы входим в это число. Иисус Христос тогда, 2000 лет назад, в горнице молился и о нас с вами, и о тех, кто еще верует. Удивительные слова. Да будут все едино, как ты отче во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дам им, да будут едино, как мы едино. Славу, которую ты дал мне. Оказывается, что мы имеем вот той часть славы, которую Отец Небесный дал Сыну Своему, о которой он говорит в молитве. Я ее имел прежде создания мира. И теперь он в молитве говорит вот эти слова. Я в них и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты познал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Бог любит каждого из нас точно так, как любит своего Сына. Он не забыл в этой молитве вспомнить и об этом. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, доведят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня, прежде основания мира. Удивительные слова, которые говорят нам что-то особенное, что мы часто забываем, что мы можем пользоваться огромными благами, которые дает нам Господь. Любовью, которая излилась через Иисуса Христа, то, что Он избрал нас, то, что дал нам благословение, Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Мы знаем Отца, знаем Иисуса Христа, знаем то, что Он послал тебя в этот мир с определенной целью. И мы свидетельствуем сегодня, когда приходим в Дом Господний, чтобы участвовать в заповеди, что мы делаем? Слово Господне говорит, смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Возвещаем смерть Господню. А с этой смертью возвещаем и то, что эта смерть коснулась нас. Апостол Павел говорит, что и мы умерли с Ним, и что мы уже там с Господом на небесах. Что Он уже в этой молитве говорил, что Он дал жизнь вечную всему, что дал Отец Небесный Ему. Насколько мы счастливы, насколько мы должны благодарить Бога, что мы это знаем, мы в этом уверены, и мы имеем эту жизнь вечную. Что может нас отлучить от этого? Апостол Павел говорит, ничто И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую ты возрубил меня, в них будет, и я в них. Открыл им имя Твое и еще открою. Да, Он говорит о том, что то, что мы знаем, то, что мы веруем, то, что мы исповедуем, это прекрасно. Что мы уже посажены на небесах, что мы имеем жизнь вечную, это прекрасно. Но когда мы своими глазами увидим Господа, увидим во славе, увидим со святыми ангелами, Он говорит и об этом, что это будет особенное время, особенное общение, когда мы своими глазами увидим это. И апостол Павел упоминает об этом в своих посланиях и говорит, что никто другой, я своими глазами это увижу. И сегодня мы пришли, чтобы прежде всего себе возвестить, размышляя о страданиях Иисуса Христа, возвещать смерть Господню для себя и для других. Берем, принимая эти видимые знаки, кусочек хлеба, которые символизируют тело Иисуса Христа. Апостол Павел в 10 главе послания к Орифинам говорит, не есть ли это приобщение тела Христова. Что значит приобщение? Это значит, мы становимся особенно близкими и не потому, что мы этого желаем, а потому, что Господь Сам установил эту заповедь для того, чтобы мы могли иметь вот это тесное общение через эти уведимые знаки с нашим Господом Иисусом Христом. И глоток вина, который есть не что иное, как символизирующие кровь Иисуса Христа, пролитую за нас на Голгофском кресте. И вот заканчивая свою молитву, Иисус Христос говорит, и я открыл им имя Твое и открою. Да, открыл и открою. В предыдущих главах, когда говорили ученики, говорили Иисусу Христу, покажи нам Отца и довольна. А что говорил Иисус Христос? Вы видели Меня, да, знаете, Я в Отце и Отец во Мне. Что еще нужно? Что вам еще не хватает? Этого уже достаточно. А вот следующее, и я открыл им имя Твое и открою. А следующее, это увидите тогда, когда своими глазами увидите, вознесшись на небо. И я открыл им имя Твое и открою, да, любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет и Я в них. Вот что отличает нас от других людей. Любовь. Любовь Божия излитая через Иисуса Христа, через Ее страдания на нас. Мы знаем, что мы дети Божии искупленные. Знаем, что мы имеем жизнь вечную. Что нам открыто имя Божие. А еще больше откроется, когда Господь придет на эту землю, чтобы взять нас от земли. Да, любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет. Иисус Христос молит о том, чтобы любовь Божия, которая излилась в Него, которой Он пользовался, открыл Своим ученикам, чтобы они сохранили эту любовь. Чтобы эта любовь была, которую Ты возлюбил Меня, в них будет. Должна быть любовь Божия в нас. И еще Он говорит И Я в них. Иисус Христос в каждом из нас. И вот сегодня Он особенно близок. Особенно близок к нам через эти видимые знаки. Поэтому будем, прежде чем приступать к заповеди, будем благодарить Бога. Склонимся в молитве. Аминь. Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok